Даша, привет! Привет, Оля! Очень рада тебя видеть! Я тоже обожаю смотреть однокомнатные квартиры, и классно, что наконец-то мы до тебя добрались. Тем более, что она у тебя такая интересная. Мы уже видим позади тебя кухню и спальню, и они в разных пространствах, помещениях. В общем, в двух словах, где мы? Мы находимся в ЖК Гуголь парк и в моей квартире. Она небольшая, 35 квадратных метров, потолки где-то 2,80. Маленькая и удаленькая, потому что вот давай рассказывай, что же ты там придумала. Во-первых, по планировке она такая и была, или ты переносила стены? Стены немного переносились, соответственно, вот эта стена должна была быть до где-то вот этого центра. Здесь должен был быть вход в комнату и здесь вход в кухню, на кухню. Вот, соответственно, эта стена стала меньше, и кухня преобразовалась в форму ниши. Кухня небольшая, всего 2,20, наверное, то есть 2 метра. Давай в нее позаглядываем, потому что, как бы, ну, конечно же, вопрос, хватает ли тебе маленькой кухни? Кухни мне хватает, она очень функциональная. Ну, мне кажется, я просто привыкла для небольших кухонь жить с ними. Здесь находится, соответственно, раковина, зона для каких-то рабочих моментов, варочная панель, духовой шкаф. В общем-то, все стандартно, без верхних шкафов. Есть вот такая вот полка, на которой располагаются какие-то там сыпучие, в общем-то, под рукой, чтобы что-то было. А здесь у нас шкаф, правда, он открывается вот в эту сторону, находится, ну, все стандартно, мусорка, какие-то выдвижные полки, бытовая химия. В общем, все удобно. А удобно, что он в эту сторону открывается? В эту сторону удобнее, потому что здесь уже располагается сушка для посуды, тарелки, кружки, чашки. И, кстати, очень удобно, она выдвижная, никуда не нужно наверх тянуться. В общем, это прям удобно-удобно. Нижний шкаф – это всякие, здесь сыпучие банки, какие-то масла. В общем, все забито полностью. Ну, то есть наверху особо ничего у тебя не стоит. Скорее, это так, полочка для того, когда ты готовишь, да, чтобы убрать там, ну, такая горячая вода. Да, все правильно. Здесь для быстрого доступа можно что-то наставить, тут же убрать. Но мне нравится воздух, поэтому отказалась я от верхних шкафов. Здесь в ящике расположены какие-то чаи и кофе. Выдвижной ящик тоже очень удобно, когда, в общем-то, приборы вот так вот под рукой. И в то же время скрыты под большим ящиком. Я прям ждала, когда я увижу плиту, как у тебя, небольшую, потому что мне в телеграм-канале подписчица написала, что есть прямоугольные кастрюли, на которых можно одновременно готовить, например, там, два, ну, не знаю, чего угодно, просто что это очень удобно. Вот, я никогда не видела, никогда не знала, но, в принципе, это решение для такой плиты, потому что один из моих вопросов, который я всегда задаю, это, а как здесь готовить, например, борт? Во-первых, это редкая варочная панель. Здесь круг, который больше, он находится ближе вот к этой части. Обычно они располагаются в задней стороне, а передняя – это вот небольшой круг. Вот, поэтому для больших сковородок, кастрюль – это, в общем, удобно. Специально такую искала, потому что на прошлой квартире был опыт с другой варочной панелью. Вот, поэтому все удобно, и больше комфорок, больше трех, мне кажется, для маленькой квартиры не нужно. Твое самое любимое решение на кухне? Мое самое любимое решение на кухне – это, конечно, выдвижной шкаф, когда сушка расположена в нижней части, это очень удобно. Вот, кстати, здесь две сушки, ну, то есть они вот параллельно расположены, когда тарелки большие в разные стороны, это тоже очень вместительно. Ну, и то, что нет верхних шкафов, есть вот такая вот экспресс-полочка, можно назвать, и очень удобно. Плюс духовой шкаф, когда на таком уровне, не нужно, опять же, никуда опускаться. Вот, очень удобно, когда на уровне… Получается, по сути, кухня в коридоре, до входа ты сразу попадаешь на кухню, да? Кухня не совсем в коридоре, но можно сказать, что да. То есть коридор расположен буквально тут полутора-двух метров, но он отделен вот такой вот визуальной линией, соответственно, плитка и паркетная доска, они меняются в своей цветовой гамме, и вот эта линия, она делает такой вот контраст и разделение между зоной коридора и зоной кухни. Как ты вообще попала встык плиткой и паркетной доской? Это было сложно. Что за волшебные руки это сделали? Было сложно сначала, но мастера были хорошие, и, в общем-то, я прям над душой стояла и контролировала этот момент, вот. Но паркетная доска изначально была чуть выше, вот, потом она, ну, присела, можно сказать, как-то напиталась, наверное, этой влажностью. Она даже скрипела немного, сейчас уже никаких скрипов нет, и вот, в общем-то, все тут идеально практически. А давай посмотрим, что у тебя на входе, потому что, ну, вот вопрос, у тебя одежда, ты пришел мокрый зимой после снега, и куда все, и обувь, и мокрая? Весь набор в коридоре стандартный, это небольшой шкаф, икеа, здесь есть место, куда можно повесить верхнюю одежду, точно так же полки, небольшой поддон для обуви, пуфик, чтобы присесть, и холодильник, да, все правильно. Так что, в общем, все сюда можно спрятать, но при этом что-то сезонное, оно убирается в шкаф, достается по сезону. Очень эстетично выглядит этот шкаф, я тебе хочу сказать, совершенно он как будто бы не для коридора, но вот здесь у тебя это выглядит классно. Да, согласна. Очень легко. Согласна, он немного из этих реек воздуха добавляет, поэтому кажется, что здесь попросторнее. Я обратила внимание на амбарную дверь. Пойдем заглянем в санузел, и вот, наверное, ты сэкономила место. Да, все правильно, если бы она была распашной, она либо здесь очень много места, пространства съела бы, либо в небольшой санузле, в общем-то, закрыла пространство. Она очень такая, в общем-то, гармоничная, мне кажется, под тонный цвет дерева, который присутствует на полу, в столешнях. В общем-то, она, да, крепится на такие, на амбарный механизм, и здесь у нее ограничители, чтобы она, соответственно, в одной плоскости передвигалась. Так, ну что, заглядываем в ванну. Да, теперь в ванну. На фотографиях просто было очень красиво. Спасибо. Давай про дизайн. Кто его делал? Ванная светлая. Дизайн, можно сказать, я сама придумала, если этот дизайн можно назвать. Она просто в бежевых тонах. Тут сохранили пилон, ну, то есть текстуру бетона, которая была изначально решением, было выбрано оформить зеркало вот в плитку в такой раме. Такая же плитка перекликается в углу ванны. А что за плитка? Она очень классная. Плитка испанская, название мы добавим по ссылочке, не помню название. Да. Ну, в общем-то, в наличии они, кажется, еще привозятся в Россию. Вот, здесь находится консоль, это дубовая столешня. Выкрасила я ее лаком Осмо, поэтому она ничего не впитывает, и, в общем-то, удобное расположение. Специально было вымерено, ну, то есть, вот уровень и высота, чтобы было удобно, чтобы брызги, соответственно, не текли по локтям. А синяя раковина, откуда она? Потому что тоже прикольно выглядит, очень интересно, она просто добавляет какого-то настроения такого игристого, я бы сказала, и вообще придает такой вот резная плитка, такую восточную нотку. Да, согласна, здесь есть немного востока. Ну, белая бы тоже хорошо смотрелась, но мне показалось, что цветная придаст какого-то такого, какой-то красоты, уютности и красок. Где ты взяла ее? Это обычный какой-то строительный рынок, где-то в Реутово. Не могу сказать, как она называется, но ссылку можем тоже добавить. Вот, я думаю, они еще есть в наличии. Давай пройдемся по местам хранения, потому что это тоже важно всегда в однокомнатной квартире. И в ванной, например, я не вижу у тебя стиралки. Стиральная машина находится в кухне под духовым шкафом, а здесь осталось пространство как раз самого необходимого. Это сама ванная и, соответственно, инсталляция. Прямой небольшой коридор. И все, что касается хранения, это какие-то такие корзины, в которые прячутся мелкие всякие приборы, какие-то коробочки, баночки, стаканчики. А здесь, соответственно, просто сплетенная из бамбука лестница. На нее можно повесить одежду, полотенце. Все самое необходимое. Мне интересно, во-первых, какая площадь ванной? Площадь ванной небольшая. Если мы будем считать, это, наверное, где-то 50-70 и 70. Наверное, около 2 метров в ширину. И здесь тоже, наверное, 2 метра. В общем-то, чуть меньше 4 квадратов она. Но за счет того, что, опять же, вверх это трековое освещение, они подсвечивают стены боковым освещением. И, опять же, придается воздух. И кажется, что здесь как-то попросторнее. Класс! Насчет освещения меня еще интересуют светильники потрясающие. Они тоже просто такие атмосферные. Где ты их делаешь? Да, это хрусталь. Они вот дают такую какую-то радугу тут в каких-то разных местах иногда. И это просто Валберес, тоже можем добавить ссылочку. Они не очень дорогие. Кажется, стоили 2,5 тысячи. Но для, в общем-то, такого хрустального шара небольшая стоимость. Привет, друзья! Переходите на мой телеграм-канал. Там я часто показываю вам красивые фотографии и рассказываю о лайфхаках, которые мы находили в этих видео. А также пишу различные тексты. Очень интересно и полезно. Так, еще у меня вопрос, что вот на этой бетонной стене? То есть это какая-то штукатурка просто под покрытием? Или, не знаю, что-то специально? Или просто стена покрашена? Вот эта вся часть, которая не в плитке, это просто штукатурка Родбанд. Она дает вот такой вот оттенок очень приятный серо-бежевый. Ну и тут три слоя лака. Нанесено сверху, чтобы штукатурка, соответственно, не впитывала влагу. А в этой части, соответственно, просто пилон оставленный вот в том виде, в каком он был. И тоже выкрашено лаком. Лак матовый, чтобы отблесков не было. То есть такая текстура очень бархатистая. Бархатистая. А насчет воды, как он, как мокрое держит? Да, все отлично. Ну вот было три слоя, соответственно, уже эксплуатируется год. Ничего с ним не происходит. Я думаю, если бы что-то было, можно было еще несколько слоев лака нанести сверху. Ну, пойдем в другую комнату. Ну, мне прям хочется отметить, что это роскошь ванной иметь отделенную инсталляцию. Это вообще кайф. Кстати, хочу обратить внимание на стиральную машину. Она располагается в зоне кухни. Вот здесь вот тоже шкаф открывается вот так в другую сторону. Очень удобно за счет этого освобождается пространство в ванной. Прям все как по классике. Мы пришли, посмотрели у тебя прихожую, помыли руки в ванной, поняли, что на кухне можно что-то приготовить. Пойдем смотреть дальше стол. Да, здесь мы плавно переходим уже в гостиную зону, которая совмещена с кухней. И здесь располагается стол обеденный, он же для завтраков, он же рабочий стол. Стол очень простой. Здесь всего лишь мебельный щит из дуба. Ширина его 60, и он по стандарту 120 шел. Вот просто добавили из Леруа ножки железные, и получился вот такой вот лаконичный, очень по тону и цвету, подходящий к полу. Что за просто невероятно чудесные стулья? Стулья куплены тоже в каком-то обычном магазине. Можем добавить, да, тоже ссылку. Они делают стулья из дуба, из бука. Вот здесь вот, соответственно, это орех еще. Такая текстура вот его сохраняется. В общем-то, они, мне кажется, очень красиво выглядят. И при этом они очень удобные. То есть спинка вот прям... Выглядит как такой ретро-дизайн. Да, есть немножечко что-то в нем винтажного. Даш, я еще обратила внимание, что у тебя нет ни одной картины на стенах, но при этом декор довольно активный. Но он представляет из себя, например, тот же шкаф, там букет. Ну, то есть, в принципе, ничего больше не нужно. Вот расскажи, специально это сделала? И в чем секрет? Изначально вообще планировалось, что так как трековое освещение, так как стены светлые просто как фон, ну да, можно было здесь наполнить все фотографией, картины. Но пока что фотографии готовятся для стен, и рамы пока что стоит их ждут, но да, планируется здесь в дальнейшем наполнить какими-то фотографиями. Но сейчас, да, весь этот интерьер разряжается вазочками, вот этим шкафчиком, который просто наполнен всем, чем угодно, и при этом похож, наверное, на какую-то шкатулку. А еще хочется поговорить про потолок. Ну, про свет затронули тему, он темный. Потолок темный, это, опять же, просто бетон, оставленный в том виде, в каком он был. Единственное, его покрыли грунтовкой, немного очистили, покрыли в три слоя аматового лака, и поэтому он такой вот... Прикольно смотрится, а особенно то, что есть переходы вот эти в стену. И то, что она тоже осталась частично необработанной. Это прям... Во-первых, тренды все собрала, да? Ну, сейчас же актуально, когда потолок в стену переходит. Экономично. А во-вторых, очень интересно. Это очень экономично, стены просто выкрашены, и при этом эта текстура дает какой-то такой живости. И единственное, вот для динамичности оставили серый-белый контраст, чтобы гармонировал полы и стены. Вот, поэтому не хотелось никакой штукатурки, и, в общем-то, оставили все в таком первозданном, первозванном виде. А не могу тогда не задать вопрос про цену ремонта, ну, потому что прям вот хочется спросить. Ремонт проходил летом 21 года, поэтому цены были совершенно другие. Я, конечно, была удивлена, когда увидела стоимости на те же... На все то же, что было куплено год назад, и тогда он стоил до миллиона. Сейчас, я думаю, это уже было бы в два раза, наверное, больше. Здесь еще паркетная доска, пол, поэтому, ну, тоже съел статью расхода такую небольшую. Да, часто так бывает. Давай поговорим про диван. Он у тебя прям видно, что приглашает на него сесть. Вот такой у тебя диван. Такой, я здесь, я удобный. К поиску дивана подходила долго, но, мне кажется, я высидела на 30-40 диванах. Вот этот оказался очень удобным. Компания Moon Trade, у них матрасный блок здесь, поэтому они, с одной стороны, очень удобные, ну, то есть мягкие, и в то же время он раскладывается, очень просторный, вот, плюс поверхность очень хорошо чистится, просто влажной тряпочкой можно протереть, и потом на сухо, если протереть, никаких следов, ни от чего не останется. Уже было испытано шампанское на нем, поэтому, в общем-то, можно советовать качество этого дивана. Хорошо, медленно добираемся до спальни. Мне очень нравится цветовое решение в спальне и сочетание вот этого бетона и дерева. Прикольно выглядит, и знаешь, так, может быть, восточному, или как в отпуске, потому что камень, дерево, зелень, бамбук. Да, ровно этого эффекта хотелось добиться. Спальня представляет собой место, которое, наверное, здесь как в отпуске находишься, потому что здесь очень много зелени, каких-то таких шершавых и теплых текстур. Вот, картина, опять же, навевает какой-то морской мотив. Коврики хлопковые, они тоже придают, может, чего-то восточного, вот, для удобства здесь расположен шкаф в этой нише, то есть изначально были заложены эти размеры, вот, перегородка небольшая была возведена, и, соответственно, это обычный пакс, вот. Но таким решением, каким-то нестандартным, наверное, было то, что слэбы прикручены на фурнитуру Ikea, и выглядит это как-то вот так вот немного аскетично, может быть, как-то... Очень классно это выглядит. Я вообще не могла понять, что это, да. То есть у меня, знаешь, какой вопрос? Не тяжелые ли слэбы для фурнитуры? Не тяжелые. Если их сравнивать, вот, как это называется, прессованные ДСП, да? Они, в принципе... Ну, с обычной дверью вот этой, да, шкаф? Они даже легче намного, чем вот шкаф, чем двери Ikea, вот. Но за счет того, что дверь держится на нескольких петлях, и, соответственно, в верхней части и в нижней части, поэтому они, в общем-то, ничто с ним не происходит, они нормально держатся. У большой двери здесь уже несколько, то есть не два, а три петли, поэтому, в общем-то, все в порядке, все нормально держится. Вот это все хранение, получается, у тебя в квартире? Ну, шкаф при входе и вот этот шкаф? Да, все верно. Но здесь помещается все, у меня, наверное, не так уж и много одежды, хотя там еще какие-то чемоданы, в них что-то хранится. К слову, где хранится швабра и все остальное, оно хранится вот здесь. Здесь получилась такая небольшая ниша, и какой-то технический инвентарь можно вот сюда отправить и все спрятать. Плюс есть еще комод, он тоже очень вместительный. Я увлекаюсь маловарением, и здесь вот этот комод вместил все, что касается. Это очень маловарение, это очень много всяких баночек, скаляночек. Вот, здесь есть еще выдвижной ящик, в котором хранятся, ну, всякие какие-то мелочи, бумаги. Вот, так что он очень вместительный. Очень так аккуратно все, и вот, знаешь, невероятное сочетание по цветам. Вот этот зеленый, пудророзовый, даже бетон, он как будто покрашен в специальный цвет. Вот так он выглядит. Не выглядит совершенно, что это вот такая сырая поверхность. Согласна. Еще такой момент, когда свет попадает, соответственно, через окно и через шторы. Вот каким оттенком шторы, таким оттенком будет и бетон за счет того, что, ну, в общем, может сказать, эта ткань как фильтр. Он отражает. Круто. Так, ну, давай поговорим еще про кровать. Потому что прямо она такая радостная, вот эти подушки желтые. Как организовала место? Такой топчан, да? Да, можно сказать так. Кровать относительно небольшая, но она 160 на 2 метра. Это матрас Икея, очень удобный. Где ты взяла подушки, покрывала? Здесь очень много подушек. Какие-то были куплены в Икеа очень давно. Но одна подушка, это как раз вот в комплекте с диваном. Шла. И вот эти вот наволочки, это Лередут, в общем-то, они придают свой шарм и такую изюминку пространству. Нежно люблю, да, Лередут. Вот, за то, что можно найти что-то необычное. А мне еще интересны светильники позади тебя, потому что тоже, ну, это прям такой акцент. Аккуратно. Классно. Хорошо выглядит. Светильники, это опять же Икеа, мне кажется, они уже всеми узнаваемые. Но за счет того, что они находятся вот совсем в такой вот нижней части и в паре они как-то гармонируют чуть-чуть иначе, по-другому. Так, подоконник из дерева, да? Да, подоконник, это тот же слеп из Леруа, как вот и двери шкафа. Правда, у подоконников толщина чуть больше, почти 4 сантиметра, кажется, здесь. Они тоже выкрашены в матовый лак. Вот как раз прошел год, и летом я еще раз обновила, еще раз покрыла лаком их. Даш, спасибо тебе огромное за эту экскурсию. Обычно герои дают в конце видео какой-нибудь совет. И вот нам, я думаю, будет очень интересно послушать твой. Так, сейчас. Мне кажется, я не советчик. Хочется пожелать всем добра, мира. И чтобы у каждого было свое уютное место, гнездышко, куда можно было бы вернуться, расслабиться, восстановить силы или наоборот наполниться энергией. У тебя прям сердечко про это. Спасибо большое тебе огромное. Оля, спасибо огромное, что пришла в гости в этот такой солнечный июньский день. Вот, спасибо всем большое. Все ссылки будут внизу полезны. Задавайте вопросы Даши, переходите по тем рекомендациям, которым она оставила. И подписывайтесь на телеграм-канал, на ютуб. Увидимся в новых выпусках. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнали Симон.